Перед нами Nikon D700. Рассмотрим распространенную проблему, связанную с механизмом подъема зеркала. Вот сейчас у нас режим P стоит, ну пускай P. Делаем контрольный сброс, контрольный кадр, и он срабатывает. Но при каких-то обстоятельствах он перестает работать. Смотрим. Раз, и все. Смотрим внутрь. Что мы видим? Зеркало поднялось кверху, затвор пробегает, но при этом камера никак не работает. С чем же это связано? Еще раз повторюсь, это связано с механизмом подъема зеркала. Сегодня мы его будем менять. Сейчас пришла деталь и приступим к процессу. Начнем строго и по порядку. Включаем термофен на температуру 100-120 градусов и отогреваем резинки. Здесь резинки уже практически не держатся и снимаются легко. Когда они держатся очень хорошо, они так не снимаются легко. Теперь разворачиваем камеру и в лючке, внутри, разворачиваем винт, который находится в глубине лючка. Смотрим внимательно. Он находится вот здесь. Наверное, не видно. Открутив данный винт, вытаскиваем его на поверхность и он больше не удерживает у нас ни верхнюю крышку, ни резинку. Резинка спокойно может отсюда отойти. Но, чтобы резинку снять, ее необходимо нагреть. Берем фен и прогреваем резинку. После того, как резинка прогрета, аккуратно поддеваем ее. При помощи лопатки отгибаем и она выходит у нас из отверстия, в котором находился винт. Вот в эту точку вкручивался винт. Отклеиваем резинку полностью и убираем ее с поверхности фотоаппарата. Готово. Открываются винты, крепление передней крышки, а также фиксации, панель управления. И теперь третья резинка, фигурная резинка, ее также греем при помощи термофена. Резинка хорошо прогрелась. Отклеиваем ее и извлекаем из фотоаппарата. Местами она может сидеть очень плотно, потому что ее изгиб позволяет зацепляться за части фотоаппарата. Вытаскиваем. Остается только лишь вот эта часть. Она тоже держится на клею. Отклеиваем заглушку при помощи лопатки. Отклеиваем резинку, которая находится в самом нижней части. Аккуратно прогреваем. После этого также подцепляем и отклеиваем. Убираем с поверхности. Теперь открываем лючок батареи. Ставим ее под 45 градусов и двигаем одним краем в сторону. Движение будет двигаться вот так. Таким образом мы аккуратно извлекаем дверку. Если это сделать в любом другом положении, дверка сломается. Делаем только вот в этом положении. Извлекаем крышку. И вот она у нас полностью в отличном состоянии. Снимать обязательно, потому что находится винт внизу. Извлекаем винты нижней крышки. Готово. Винты откручены. Переходим сюда и здесь откручиваем из нижней крышки еще один винт, который крепится уже сбоку. Теперь разворачиваем камеру вот здесь и видим здесь винт. И вот так же отсюда демонтируем. Винты места крепления к штативу никак не сцеплены с камерой, а только с нижней крышкой. И как видим, нижняя крышка легко отделяется с поверхности корпуса фотоаппарата. Переходим к боковой части. Здесь выкручиваем три винта. Винты извлечены. С другой стороны извлекаем еще два винта. Готово. Теперь переходим к винтам фронтальной части. Эти винты находятся как здесь, так и вот здесь. Снимаем сначала винты с боковой и фронтальной. Снимаем винты фронтальной части. Два здесь, один вот здесь, один вот здесь. Теперь открываем крышку. Переходим вот сюда. Здесь выкручиваем два винта, которые находятся вот здесь. После чего можно обратно закрыть эту часть. И переходим опять сюда. Немножко вот сюда и вот сюда. Отодвигаем вот эти две части. И выкручиваем винт, последний, который удерживает у нас переднюю часть фотоаппарата. Теперь для того, чтобы снять вот эту часть, нужно только лишь открутить байонет. Но делать мы этого пока не будем. Наша задача снять фронтальную часть. Переходим к фронтальной части, точнее в панели управления. То есть вот одна панель управления. И чтобы ее открутить, боковые винты убираем отсюда. Винт 1 и винт 2. Оба винта вкручиваются во фронтальную панель. Опять говорю не так, говорю про панель управления. Ну и для разделения панели остается только лишь открутить с панели управления винт. Отделив его, панель управления отходит вверх и на себя. Внизу находятся шлейфы. Три шлейфа, которые необходимо отключить. Перед нами три шлейфа. Один открывается вот так. Два. Один вот сюда оттягивается. Вот эта пластиковая часть. И здесь тоже на себя. Конвесторы отключены. И теперь можно спокойно извлечь шлейфы. Извлекаем шлейфы один за другим. Шлейфы извлечены. Боковая панель. Просто отходит. Панель слева тоже отходит. Открутив винт видоискателя, снимаем видоискатель. Теперь очень важно опираться. В левой части фотоаппарата, в боковой его нише, находится конденсатор высокого напряжения. Здесь конденсатор на 330 вольт. Заряжается он на 330 вольт и, собственно, разряжается он на вспышку. Когда мы его разбираем, необходимо его разрядить. Разряжать при помощи сопротивления нужно на 1 кОм. 5 ватт желательно. Разряжаем при помощи прямого контакта вот с этими точками, которые припаяны провода. Внутри видно, что контакты выходят на нас. Делаем аккуратно, не заземляем на корпус, не коротим. Иначе это приводит к повреждению камеры. Стоит отметить, что остаточное напряжение порой бывает достигает до 100 вольт. Поэтому разряд происходит сильный, если вы его замыкаете. После того, как конденсатор разряжен, можно работать уже безопасно. Откручиваем винты верхней крышки. Они находятся по периметру. Здесь мы уже открутили. Продолжаем откручивать их вот здесь. Вот здесь. Вот. И вот здесь последний. Поехали. Итак, винты верхней крышки у нас откручены. Необходимо будет снять шлейф, который находится под экраном. А также включаем паяльники. Там нужно будет отпаять от верхней крышки провода. Поехали. Сейчас снимаем экран. Вот эти вот винты. Поднимаем экран. Отщелкиваем вот этот коннектор. Извлекаем шлейф. И теперь крышка может уйти вверх. Но, чтобы она действительно сдвинулась с места, здесь есть небольшой нюанс. Который находится вот под этой кнопкой. Кнопкой видоискателя. Переключатель работает вверх-вниз в положении. Но под ним находится небольшой винт. То есть, вот под этой наклейкой, вот в этой части находится конкретно винт. Чтобы его снять, необходимо нагреть, либо подцепить эту часть. И она отойдет. Сейчас я все-таки нагрею, потому что она не сильно-то и идет. Включаем. Греем. Температура 100 градусов. Эта часть прогрета. Теперь аккуратненько подцепляем ее. И она выходит на поверхность. Пожалуйста. Под ней находится липкая лента и винт. Липкую ленту мы оставляем на месте. А винт мы выкручиваем. Итак, выкрутив винт, мы даем полную возможность снять верхнюю крышку. За исключением одной детали, которая ждет нас дальше. А именно ждут нас провода. Вот в этом месте. Итак, мы видим, что сейчас крышка может двигаться слегка вперед. Но... Я же говорил про эти провода. Вот они находятся здесь. Сейчас мы отпаяем зеленый и коричневый. Вот отсюда. Черный и зеленый провод отпаяны. Нажимаем кнопочку вот эту. И открывается у нас верхняя часть. Открыв ее, можно снять вперед весь верхний блок. Делаем это аккуратно. У нас есть еще два провода. А также шлейф боковой, который находится вот здесь. Слегка приоткрываем. И вот мы видим, как припаивается конденсатор вот туда. Сейчас мы будем отпаивать не конденсатор и не провода. А нагреем вот эту часть при помощи температуры 100 градусов и фена. Прогреем. А потом аккуратно подденем это все вот такой лопаткой, которая имеет здесь легкое закругление. Слышим, что клей отошел. И конденсатор можно убрать. Конденсатор 330 вольт. В данном этапе я убираю конденсатор. Отпаиваем. Убираем в сторону. Теперь верхняя крышка поднимается вверх и в сторону. Здесь находится сбоку шлейф. Вот здесь. И его необходимо отщелкнуть. Отщелкаем при помощи лопатки. Все. И шлейф вышел. После того, как шлейф вышел, вся верхняя часть отделяется в сторону. И отделяется от фотоаппарата вообще. Что нас конкретно здесь интересует? А именно вот эта плита, которая находится вот здесь. Над ней находится плата. И сейчас мы будем убирать плату контроля питания. Сначала снимаем с нее вот эти вот пластиковые наклейки. Отщелкнем коннекторы. Этот коннектор открывается вот так. Здесь аккуратно подсовываем и ведем в сторону. Потом еще немножко вверх. И вот так. Таким образом я аккуратно это все извлекаем. Подсовываем. И вытаскиваем шлейфы. В этой части уберем синий провод. Аккуратно поддеваем. В этой части отпаиваем провода. Здесь у нас два черных. Синий, рыжий, серый. Убираем. Готово. Вот здесь находится еще желтый провод. Но мы его отпаяем несколько позже. Сейчас я откручу три винта. Два винта с платы и один на лампочке. Итак, винты извлечены. Теперь снимаем вот этот скотч. Под ним находятся вот эти провода, которые идут на плату питания. И точнее с платы питания на материнскую плату. Отпаиваем с материнской платы провода. Так, провода извлечены. Места их помечены. Снимаем плату питания. Сейчас отсюда вывалялся вот этот элемент. Он находится вот здесь, в этой части. И устанавливается вот сюда. Плата питания в сторону. Особое внимание Nikon придает укладке проводам относительно своих мест. В данном случае провод прокладывается вот здесь. Вот здесь. Точка. И вот так. Проходит он вот здесь. И уходит в сторону. Дальше идет оранжевый, серый, синий. Снимаем серый. Потом оранжевый. Потом синий. Теперь рассмотрим механизм поближе. И у механизма видим, что здесь, в окошке, где должны совпадать черточки, они не совпадают. Так же, как и не совпадает треугольник и черточка в этом месте. Они должны совпадать. Должны быть вот так. Итак, чтобы добраться до этого блока, необходимо снять плату управления. Центральную плату распределения питания. И располовинить фотоаппарат. Поехали. Начнем с материнской платы. Снимаем коннекторы. Итак, шлейфы, отстыкованные от коннекторов, остается отпаять только провода, которые подходят вот сюда. Здесь при съемке обязательно учитываем и обращаем внимание на то, что аккуратно нужно снимать вот этот шлейф с обеих сторон. Если его тянуть с одной стороны резко или с другой, можно его сломать. Поэтому проявляем некоторую осторожность. Теперь откручиваем вот отсюда винт. Сняв этот винт, убираем шлейфы и поднимаем материнскую плату. Снимаем. 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 Теперь с нижней части необходимо отпаять вот это. Вот этот шлейф проводов, а также вот этот шлейф проводов. Итак, провода отпаяны. Теперь снимаем пленочку и отключаем шлейф. Извлекаем винты с поверхности платы. Теперь поднимаем плату с позиционных точек и столбиков и убираем ее в сторону. Сейчас. Раз. И здесь. Вот она плата. Теперь перейдем вот сюда. Под этой лентой находится контактная группа. Ее нужно распаять. Аккуратно подцепляем пленку и убираем. Этот шлейф необходимо распаять. Хлюс уже нанесен. И сейчас мы распаяем шлейф. Необходимо подсунуть лопатку. Готово. Здесь отключаем шлейф. Вытаскиваем из коннектора. Теперь удалим раз, два, три, четыре винты, которые держат, скрепляют корпус с этой стороны. Затем разворачиваем. И выкручиваем винты. Здесь под вот этой пластирковой штукой. Один, два, три. И здесь четыре, пять. Выкручиваем. Теперь разворачиваем так. И из этой точки извлекаем винт из корпуса. Вот он. Итак, проведя эти манипуляции, теперь можно разделить эти части камеры. И вот так у нас половинница камера. С правой стороны остается Mirror Box. С левой затвор и этот блок взвода затвора. Здесь обращаем внимание, что движок уложен именно таким образом, что провода немножко вверх. Если его по-другому положить, то провода будут заминаться. Об этом в мануале говорится, кстати, отдельный момент. Теперь переходим сюда. Выкручиваем винты этой вот плиты. Винты я извлек, точнее открутил. Снимаем скотч. Готово. Теперь отсюда убираем провода. И как видим, уже вся эта часть поднимается и ее можно убрать. Посмотрим внимательно. Двигаем синюю шестерню и видим состояние шестеренки внутри. Этот вот эксцентрик, он стирается и приводится к тому, что видим эту ошибку. Однако проблемы не только в ней, а еще и в рычагах вот этих вот. Они просто стачиваются. Здесь видим все закиданное смазкой. Все уже подизносилось. Итак, отсюда снимаем движок. Разделяем. Здесь остается синяя шестерня. Синюю шестерню мы тоже снимаем. Итак, со старого блока переносим пленки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Клей размягчился и теперь можно при помощи пинцвета это все снять. Готово. Итак защита на месте теперь необходимо отсюда снять еще одну защиту вот эту часть также нагреваем феном температура 100 градусов теперь наклеим ее вот сюда ставим шестерню ставим движок и закрепляем винтами теперь с этой стороны необходимо установить значение в середину при помощи движения синий шестерни выставляем середину вот и здесь эта часть тоже должна быть в середине треугольничек он должен указывать на риску вот так и ставим теперь перейдем к этому блоку как видим что затвор у нас стоит в неправильной позиции правильная позиция это когда вот этих точек нет то есть вот здесь есть точка ее здесь быть не должно нужно перевести затвор в другую позицию то мы сейчас сделаем мы сейчас поставим на место вот этот блок установим его так как он должен стоять закрепим винтами теперь включим лабораторный блок питания выставим 3 вольта и подадим напряжение вот сюда плюс минус и так видим что затвор приходит движение затвор переведен в правильное положение конечно же в этом же положении собьется и значение вот этих точек поэтому необходимо опять открутить механизм взвода и поставить позиции на место извлекаем убираем опять в сторону устанавливаем значение смотрим на риски поворачиваем движок за синюю шестерню и ставим это значение которое здесь должно быть и так все готово позиция верна можно устанавливать на место в корпус и так затвор в правильном положении и здесь правильном положении стоят метки теперь отложим этот блок в сторону потому что нас интересует миррор бокс миррор бокс у нас в неправильном положении и его необходимо поставить в правильное положение для перевода зеркала в нижнее положение необходимо нажать вот на этот рычаг нажав его зеркало а должно отпуститься нажимаем и зеркало перевелось в нижнее положение и так что выяснилось при взводе вот сейчас в правильном положении находится зеркало однако есть интересный момент вот зеркало вот он двигаться спокойно вверх есть один момент раз она открылась почему-то теперь нажимаем еще разок и не срабатывает еще разок и заработать если мы быстро это будем делать сработать все дело вот в этом электромагните который у которого якорь намагничены и магнитик держит походу уже не очень вот он либо там смазки набралось столько что либо разбит магнит что прилегает очень плохо якорь к магниту в общем сейчас буду разбираться в чем дело и так механика заведена в правильное положение пока что ничего не меняю оставляем все так теперь собираем фотоаппарат и проверяем работу фотоаппарата именно в таком качестве в каком он находится сейчас есть подозрение что придется заменить еще и механику взвода зеркала причина этому тому являются именно ослабленные магниты можно конечно попробовать заменить и магниты только лишь магниты так здесь все запись сопряжено здесь сопряжено провода вверх вышли здесь тоже все вышли теперь соединяем эти элементы и так два винта здесь два винта здесь пять винтов с этой стороны раз два три 4 5 один винт сверху закреплен ставим скобку установка платы теперь винты так провода мотор взвода синий розовый синий коричневый все правильно так здесь желтый серый коричневый зеленый все правильно также шлейф на месте теперь нужно наклеить на него установка mainboard так плата на месте коннекторы на месте здесь зажата зажата установлена зажата зажата припаяна еще остается два провода и зачистить поверхность так переходим вот сюда здесь необходимо воткнуть шлейф в коннектор внутрь и припаять этот шлейф к этому шлейфу так шлейф на месте здесь все припаяно и очищена от припоя от флюса заклеиваем установка платы управления платы питания здесь уложены провода оранжевый серым синий синим выведен сюда синий выведен сюда эти сюда и теперь можно укладывать сюда плату подпаиваем провода и прикрепляем так провода подпаяны синий оранжевый батарея шлейфы подключены зажаты здесь серый подпаян желтый подпаян синий подпаян здесь поставлен шлейф остается воткнуть еще один шлейф который идет центральную плату управления устанавливаем его и зажимаем шлейф зажат с обеих сторон провода подпаяны питания и зачищены здесь подклеена и собственно остается наклейки здесь сделать установим экран ставим его относительно точек все и прижимаем винтами верхнюю крышку заводим шлейф цепляем его и закрываем шлейф на месте можно закрывать с этой стороны подпаяли конденсатор провода теперь припаяем к плате и упаковываем конденсатор коричневый крайний левый зеленый третий слева конденсатор уложен и принципе можно верхнюю крышку закрывать этом этапе закручиваем вот здесь винты винты по периметру так черный здесь черный здесь 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 один пропускаем потом поставим серебристый один здесь серебристый один здесь так на этом этапе будем проводить тест можно определить сейчас работу затвора и соответственно понять нужно ли нам менять механизм подъема зеркала или нет то есть вставляем батарею сейчас откликнется фотоаппарат появилась буковка е делаем старт ставим какую маленькую выдержку и делаем тестовый кадр и смотрим что у нас получается опять зеркало в верхнем положении следовательно необходимо заменить механизм подъема зеркала он тоже пришел в негодность